МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Денежная компенсация за вывоз мусора. Кому положена эта мера социальной поддержки? Как ее получить? Неработающие пенсионеры получают 30%. Сотрудники Управления опеки и попечительства по Ленинскому району провели необычную благотворительную акцию в салоне красоты для мужчин. Меня так никогда не стригли. Беликмачерская, отлично. На сцене районного дома культуры прошли бои по кикбоксингу. Это очень важный турнир. Я хочу выиграть пояс, победить. Уже пять месяцев прошло с тех пор, как Подмосковье перешло на новую схему обращения с бытовыми отходами. Но вопросов у граждан по-прежнему много. Один из самых острых – денежная компенсация за вывоз мусора. Кому положена эта мера социальной поддержки и как ее получить? Разбиралась наш корреспондент Екатерина Борисова. С января этого года Ленинский район перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами. Теперь жителям приходит отдельная квитанция за вывоз и утилизацию мусора. Но некоторые категории граждан могут за счет государства вернуть часть потраченных денег. Компенсацию за вывоз мусора могут получить льготники, а также пенсионеры, зарегистрированные на территории Ленинского района. Что для этого нужно, можно узнать, позвонив на горячую линию Центра социальной защиты населения. Для получения компенсации нужно подать заявление удаленно через портал Госуслуг Московской области или прийти в МФЦ. Там специалисты помогут оформить данную меру соцподдержки. Понадобится выписка из домовой книги, трудовая книжка и паспорт. Нам документы с МФЦ поступят, и мы уже будем их обрабатывать. И компенсация всем заплатится с января 2019 года, даже если они обратились сейчас. Компенсация производится на лицевые счета или на дом. Денежные средства приходят до 25-го числа текущего месяца за предыдущий. Неработающие пенсионеры получают 30%. Граждане, которым исполнилось 70 лет, получают 50%. И гражданам, которым исполнилось 80 лет, получают 100%. Но это все в нормативе стандарта жилой площади. Количество зарегистрированных на жилплощади человек также влияет на размер компенсации. Чем их больше, тем меньше сумма выплат. Если, например, 3 человека зарегистрирована, компенсация будет платиться от 18 квадратных метров. Если в семье 2 человека, то он будет платить компенсацию от 21 квадратного метра. Если один – от 42 квадратных метров. То существуют нормы. Часто в управление соцзащиты обращаются те, кто зарегистрирован в Москве, но имеет в Подмосковье дачный участок или частный дом. Надо иметь в виду, что компенсация положена лишь постоянно зарегистрированным в Ленинском районе. Также некоторые пенсионеры старше 70 лет уверены, что платить вообще не надо. Я обратилась туда. Я говорю, с чего же вы меня берете? Она ей говорит, а мы, вы платите, платите, а мы вам вернем. Миленькая, ну зачем тогда мне платить, если ворачивают? Тогда бы так и написали, что мне не платить. Но любая монетизация льгот от государства осуществляется путем подачи заявления на возврат потраченных на услугу средств. Поэтому Марье Васильевне нужно поторопиться оформить субсидию. Иначе компенсации за вывоз ТКО не получить. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Гость нашей студии – Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения. Поговорим о региональной социальной доплате к пенсии. Итак, что же это за доплата такая? Как я понимаю, речь о ней шла довольно долгое время. Да, подобная мера социальной поддержки, как региональная социальная доплата к пенсии, существует уже порядка более 8 лет, безусловно. И получают ее в нашем Ленинском районе, например, порядка 3,5 тысяч человек. О ком идет речь? Это неработающие пенсионеры, у кого, к сожалению, общий материальный доход очень мал. Меньше, чем региональный минимум. В Московской области минимум для доплаты к пенсии – 9908 рублей. Если у нас пенсионер не работает, и всех выплат, что называется, у него не набираются на эту сумму, он имеет право получать доплату. 20 февраля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил перед Федеральным собранием, в котором он сказал, что прошла индексация к пенсии в январе 2019 года, пенсии увеличились. Но, к сожалению, есть определенная несправедливость при установлении доплаты. То есть получается так, что когда пенсия увеличивается с января 2019 года, практически на эту же сумму уменьшается размер доплаты. В денежном выражении человек как мало получал, практически столько же осталось у него получать. Ему же не важно, эти 300 рублей назывались раньше доплатой к пенсии, а теперь стали называться пенсией. Он не выиграл ни в чем. И, слава богу, что пересмотрели, в общем, положение, порядок начисления доплаты к пенсии. Два месяца были подготовительные периоды, были внесены изменения в федеральный закон, который определяет доплату к пенсии. Это закон о государственной социальной помощи, региональный законодательный акт. И в мае месяце пенсионеры, которые у нас получали в 2018 году региональную социальную доплату к пенсии, в мае получили две суммы. Сначала им пришла примерно 18 мая региональная социальная доплата к пенсии в новом размере, в увеличенном, за один месяц май. И буквально через 4-5 дней они получили вторую сумму, разовую доплату в результате пересчета с января по апрель. Потому что президент в своем выступлении сказал, что необходимо пересчитать, изменить размер доплаты к пенсии с 1 января 2019 года, что и было сделано. В принципе, доплата к пенсии считается очень простым арифметическим способом. Из прожиточного минимума вычиталась ранняя пенсия текущая, минус все денежные выплаты пенсионеры, стоимость социальной карты, бесплатных проездов по социальной карте, и остаточек выплачивался. Теперь при этом расчете из прожиточного минимума вычитается пенсия за 18-й год до индексации в старом размере. Также все остальные выплаты, и поэтому доплата стала несколько больше. Поэтому я хочу успокоить всех пенсионеров, чтобы они посмотрели внимательно на своих, тех, кто получал эту выплату в прошлом году, посмотрели на свои сберкнижки, на свои счета, и увидели, что они в мае месяце получили доплату в увеличенном размере, и доплату за период с января по апрель. Ясно. Необходимо ли пенсионерам приходить, писать какие-то заявления? Вся работа была проведена в автоматическом режиме. Никаких заявлений дополнительных от них не требуется. Другое дело, что если кто-то не понял пришедших сумм, либо кто-то что-то не получил и захотелось уточнить, нужно позвонить на телефон горячей линии в Ленинское управление судзащиты. Я думаю, если у кого-то после нашей встречи останутся вопросы, они, видимо, так и сделают. Спасибо, что пришли к нам на эфир, так подробно все объяснили. А я напомню, что в нашей студии была Светлана Запкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения. Весна – время, когда традиционно открывается мотосезон, и на магистралях района все чаще появляются участники дорожного движения на двух колесах. Тогда же к работе приступает специализированный мотовзвод сотрудников полиции, и чтобы полностью быть готовыми к службе, они ежегодно проходят контраварийную подготовку. Побывала на учениях Екатерина Коваленко. Под рев моторов в ВИНО открылась ежегодная контраварийная подготовка мотовзвода ГИБДД Московской области. Здесь сотрудники полиции в компании своих железных напарников отрабатывают необходимые навыки и показывают все свое мастерство. Десятки байков с надписями «Полиция» и «ДПС» выглядят такие учения, как яркое зрелищное шоу. Участники выполняют обязательный набор упражнений перед новым мотосезоном. Отточенный до совершенства проезд стоя, смещение в разные стороны, змейки, круги, колонны позволят уверенно чувствовать себя на дороге и выполнять свои обязанности. Главное здесь безопасность, в первую очередь собственная. Прежде чем сесть на мотоцикл, сотрудники ГИБДД всегда надевают специальную экипировку. Лейтенант полиции хочет. Шлем. Черепаха. Шорт на коленнике. И мотоботу. Проверяет амуницию главный наставник взвода Алексей Гуров. Сам уже четверть века на мотоцикле полицейский считает, что мелочей не бывает, а мастерство нужно повышать постоянно. Вот мы для этого и проводим контраварийную подготовку, чтобы сотрудники, выходя на линию, были подготовлены. И что, если они попадут в критические какие-то ситуации, чтобы они с достоинством могли оттуда выйти. В мотополицию попадают наиболее подготовленные сотрудники с водительскими удостоверениями категории А, со стажем и опытом работы. Обязательно отличная физическая форма. И любовь к мотоциклу. Вячеслав Дугушев из Подольска патрулирует на байке два десятка лет и, по его признанию, всегда с нетерпением ждет наступления сезона. Для меня это как мой лучший друг. То есть я понимаю всегда его, он понимает всегда меня. Но для этого, конечно, надо за ним ухаживать, надо следить и смотреть, чтобы он всегда был в исправном состоянии. В Московской области несут службу 126 полицейских на мотоциклах. Прежде всего, их усилия направлены на патрулирование вверенного участка и профилактическую работу с владельцами двухколесного транспорта. Но учитывая скоростные возможности байков, именно мотополицейские часто первыми приезжают на место аварийных ситуаций. В современных условиях московского региона большое количество транспортных средств. И поэтому при направлении в ту или иную точку Московской области, при оформлении дорожно-транспортных происшествий, при пресечении дорожно-транспортных нарушений, поэтому здесь наибольшая маневрированность, передвижение, то есть наименьшая затрата времени при прибытии в то или иное место. Несет службу мотовзвод, как правило, до конца октября, когда закрывается сезон. А зимой эти смелые люди пересаживаются на патрульные автомобили. Екатерина Ковоенко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сотрудники Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому району провели благотворительную акцию. Десятки ребят из замещающих семей обзавелись модными стрижками в преддверии летнего сезона. Акция стала возможной благодаря участию одного из видновских барбершопов. Посетила его и наша съемочная группа. Какие пожелания по стрижке у вас? Предупредительность – главное качество мастера. А сегодня в этом салоне с клиентов не только деньги не берут, но и подарки после стрижки вручают. Мы отводили ребенка в другой барбершоп за деньги. Это было для бюджета достаточно сложно, скажем так. А сейчас это бесплатно. Идею подарить юным видновчанам новые прически к лету воплотило Управление опеки и попечительства по Ленинскому району совместно с владельцами одного из барбершопов. На входе в салон расположена фотогалерея. Как правило, здесь размещают фотографии известных людей, посетивших заведение. Но в данном случае мы видим в том числе снимки с прошлой акции, которая была приурочена к 23 февраля. Тогда акции остались довольны все. Накануне Дня защитника Отечества новыми прическами обзавелись 30 детей из замещающих семей. Замещающие семьи – это у нас дети, находящиеся под опекой у родственников, в приемных семьях, усыновленные дети. Сегодня тоже уже записалось больше 20 детей. Я думаю, в течение дня как раз данный салон всех детей приведет порядок. Те, кто ждет своей очереди, могут посмотреть мультфильмы или полакомиться сладостями, поиграть или порисовать. К наплыву гостей в салоне готовы. Выслушав пожелания, мастер приступает к работе. Клиент приходит, однозначно нам говорит, показывает какие-то фотографии, но это не всегда совпадает с формой головы, со структурой волос. Поэтому, ну, всегда индивидуальный вопрос. Ну и какая-то, я понимаю, доля вдохновения во всем этом есть? Само собой, это в первую очередь. В первую очередь вдохновение. Над некоторыми прическами мастера колдует довольно продолжительное время, но клиенты не в обиде. Процесс происходил долго, меня так никогда не стригли. Прикмахер сказал, отлично. Особенно прикмахер, который меня стриг. Новую прическу будет кому показать. В День защиты детей Управление опеки и попечительства организует поездку юдных видновчан в Домодедово, где состоится хоккейный матч с командой из детского дома «Непоседы». Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сцене районного Дома культуры прошли бои по кикбоксингу. В рамках турнира «Видная битва» состоялось 17 поединков с участием профессиональных спортсменов. За эффектными противостояниями наблюдал и наш корреспондент Асений Рогозянский. За 64 года существования в Доме культуры Ленинского района проходило множество спектаклей, выставок и других мероприятий. Однако профессиональные бои по кикбоксингу и смешанным единоборствам в учреждении проходят впервые. Появлены хорошие бойцы, юниоры, чемпионы мира и Европы, чемпионы СНГ. Поэтому бой обещает быть зрелищным. К своим восьми годам Тимур Каджаев уже становился чемпионом СНГ. У юного бойца есть свои коронные приемы. И помимо этого он вместе с тренером детально изучил своего соперника. Это очень важный турнир. Я хочу выиграть пояс. Победить. Тренер мальчика Артур Варданян уверен в победе своего подопечного. Из синего угла ринга он подсказывает и мотивирует бойца. Наставник подчеркнул, что бой на таком уровне его ученик проводит впервые. Тимур, конечно, дерется на уровне России, но по любительским боям. Впервые он выступает также, скажем, на любительском бою, но уже на уровне профи. Потому что это один бой, это уже играет о том, что это уровень. Мальчик поднимается. Посмотрим, как он себя покажет. Бой выдался напряженным. И даже спустя три раунда победитель определился решением судейской коллегии. Победу держал Тимур Каджаев! Зрелищный поединок выдали девочке. Такого рвения победить мало кто ожидал от представительниц слабого пола. Но мощные серии ударов соперниц друг по другу сразу развеяли все сомнения. Бой получился ожесточенным. В этой схватке победила Мендина Жанатова, которая после оглашения результата не смогла сдержать эмоций. В миг триумфа с девочкой был отец, который и учил ее о замке боксинга с трех лет. По его словам, победа дочери далась ей с трудом. Конечно, сложно. Соперница была. Она выступала у моей дочки первый раз. Дебютный бой был. «Видным» – это первый подобный турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам, который проводился на профессиональном уровне. Но организаторы мероприятия уверены – эта «Видная» битва не последняя. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, «Видное ТВ». И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 29 мая, облака к утру рассеются. И больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков температура плюс 27 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова